наконец-то наконец-то у нас игра стартует здесь есть и чуань другой чуань здесь есть и miracle другой miracle потому что почитал чат после игры и увидел огромное количество вопросов какой miracle почему как он же в ликвида ребят перестаньте хватит пора бы уже узнать что их два по-моему был когда-то еще miracle датчанин если я не путаю в митюмейкер сыграл а может путаю если путаю поправьте это еще первая дота была естественно и так его конечно же на эмбер спирите диджейс играет на земели фэби будет играть на crystal maiden miracle конечно на керри и в этот раз на урсе ну и ахайо будет играть абаддоном команда warriors gaming youth ксянк будет фармить на лайфстилере здесь в л сыграет на дисрапторе чуань будет стоять в миде на темплар ассасин сложную отправляется с лордар в исполнении вена у меня соседи ребят я не знаю я готов пофиксить все что угодно звук там но я не могу пофиксить соседей почему-то они решили именно вечером поделать ремонт и если вдруг это слышно они периодически используют дрель я опять же очень сильно извиняюсь но к сожалению с этим я поделать ничего не могу бывает такое сидел от ремонта ну почему не по выходным после работы нужно прийти лечь отдыхать посмотреть что-нибудь я не знаю поиграть да там если ты играешь либо еще во что-нибудь поспать в конце концов ну не сверлить пожалуйста ну да ладно надеюсь это не сильно помешает я постараюсь говорить немного громче чтобы это было слышно меньше и мой голос все это дело заглушал что думаете по поводу пиков по пикам я вообще конкретно ничего сказать не могу наверное фнатик просто знают что они делают они уже подобным играли warriors гейминг просто такой сильно сбалансированный пик единственные вопросы к слордар у нас сложно его сейчас мы крайне редко видим на этой позиции многие считают что этот герой в этом аспекте устарел и использовать его сейчас нужно все-таки по-другому в частности нас запортим его постоянно видим правильно четвертая позиция кстати пул героев да и вообще стратегии в юго-восточной азии ну как-то все скудновато в этом плане мало персонажей используется я думаю если бы мы сейчас посмотрели каких-нибудь да неважно какие-нибудь просто европейские команды наподобие og virtus pro мы бы увидели что-то новое интересное просто потому что патчета последнее время штампуют достаточно больших количествах и довольно серьезные изменения в каждом из них происходят и мне кажется команды повыше уровнем старается по максимуму эти изменения использовать в своих интересах но не всегда это к сожалению не у всех то получается и так ахаю естественно сложно естественно не будут ничего придумывать никаких свап оффлайнами естественно интересно будет на дуэль в миде посмотреть qo против чуаня но естественно уже вкачан флеймгард просто чтобы побыстрее сбывать рефрекшн если это понадобится и вот так например можно напасть на чуаня ну как мы понимаем теплорасазин здесь не то чтобы ничего не светит легкой прогулки не будет точно это не против сэфа стоять здесь каменный титан будет нападать на тебя постоянно каменный дух и будет больно будет больно потому что есть флеймгард рефрекшн сбивается рефрекшн пока первого уровня тем более вот он прожат в идеале бы конечно его сначала сбить а потом нападать ну или можно так флеймгард через секунду ну вот нужно было подождать наверное диджея буквально ну пару секунд опять же теплорасазин только первого уровня пока прошу прощения qo первого уровня из-за этого довольно сложно было бы цеплять чуани но опять же развели на использование первой фласки и соответственно можно попробовать напасть еще раз здесь диджей будет тусить пол игры наверное ну по крайней мере пока кто-то не перетянется я удивлен что условный monkey king пока не двигается в направлении центральной линии ахаю но вернуть его сейчас не могут поэтому ахаю естественно выживет ну достаточно много урона он получает огромные конечно увесистые тычки от monkey king а вынуждает ахаю покинуть линию по крайней мере пока здесь вен тоже ищет возможности заработать много опыта чуани кстати очень вовремя развернулся потому что с хостой при помощи диджея можно было бы попытаться по крайней мере там плорасасин ну если не убить то хотя бы прогнать с линии фэби обосновался в лесах спокойно здесь фармит второй левел получит вкачает естественно ауру для команды ну и теперь всем как-то будет немного проще диджей может постоянно набеги какие-то устраивать на центральную линию на других линиях у нас не происходит пока к сожалению ничего все остальные просто фармит ну вот ахаю возвращается миркл тем временем левел 3 ему тоже никто здесь мешать не будет слордару крайне тяжело это делать ну слордару скрипами сейчас чужими соответственно получить немного денег самое главное опыт опять же это наверное не тот герой которому опыт в первую очередь нужен здесь нужен даггер даггер конечно за опыт не купишь насколько же до один всего лишь артефакт некоторых персонажей делает полезными то есть условные там сэнкинги шейкеры слордары один предмет и он уже сверх полезный все остальное это уже элементы роскоши главное купить один предмет и ты уже можешь сумасшедший импакт вносить кио тем временем левел 3 чуань левел 4 кио кстати проигрывает эту линию как мы видим по крайней мере по экспе да чуть чуть больше крипов было заданная на тамплорасасе но не настолько не на полже уровня правильно итак фэбит тоже в позиции ну совсем здесь со всех сторон окружили беднягу теплорасасе ну пока этого не хватает манки кинг здесь очень много урона получает и спокойно с ним расправляются дюйджей вместе сахая найдут сейчас еще и руну и и вот он фэрсблат для команды фнатик в очередной раз диджей искал счастье на миде в итоге подарок сам к нему в руки пришел отличная фб кристалл мейден левел 3 все билки вкачаны на единичку и вот сейчас на темплорасасин снова хочется напасть и снова нужен мир спирит без него ну никак к сожалению вот прямо сейчас нужно вкатываться и будет шанс поздно уже мне кажется поздно хотя есть кристалл мейден рядом новая есть есть колба нет не поздно потому что слишком много дизейблов не отпускает имплорасасин отсюда и соответственно никакой рефрекшен там спасти ее не мог 2-0 отличный выход но здесь отвечают убийством абаддона ребята из warriors gaming с лордар тем временем мы видим четвертого уровня ну неплохо он пока держится 12-2 по крайней мере в разы лучше чем ахайо которого второй только уровень один крип добиты и с экономикой у него естественно тоже дела в разы хуже чем у с лордара уже 700 колоды проигрывает а игра только началась убить в соло миракл не сможет с лордара ну это просто невозможно потому что там есть стан и он бежал на спринте все за счет этого ты можешь подходить забирать иногда крипов как-то единично ну или вот так делать допустим в н так уже делал как мы видели отводил очень далеко крипов и за счет чего зарабатывал лишние деньги здесь но опять же только благодаря your spirit он слишком далеко тот улетает все таки хватает урона убивают у нас одного из героев команды warriors gaming monkey king а ну а дальше нападение есть еще и на xiango это два убийства для фнатик на ровном месте хорошее передвижение вот саппортов команды фэбби в очередной раз в нужное время в нужном месте оказался и самое главное что кири команды соперника удалось убить q он левел 6 сейчас получит и есть у него на хосты и любая перетяжка саппортов позволит им наверное опять убитым лорасаси но пока никаких передвижений в том направлении мы не видим заюзали святыню ну и фуловые могут куда-нибудь снова отправиться урса тем временем левел 6 фейзами уже но miracle мы не увидим наверное ближайшие еще минут пять-семь на карте то есть он будет бить крипов купит возможно даггер первым слотом и пойдет уже с ним какую-то движуху наводить вообще два кора очень активные кто-то другой неплохи влите ну и тот и другой могут драться на протяжении всей игры здесь очередное нападение на лайфстиллера очень мало здоровья у него остается только благодаря тому что этот забор был поставлен пока он уходит но находится здесь диджей кио также рядом убивают лайфстиллера будет ли продолжение будет судя по всему бегут за слордаром даблкил для кио можно убить еще и monkey king а и monkey king а также отсюда вряд ли кто-то отпустит еще и дисраптор вот так вот и в итоге четыре в ноль все биты но все самое главное живые блестящий сыгранной командой фнатик и пока эта игра такое чувство что будет не очень продолжительной нужно кстати взглянуть взглянуть на сетку турнира я хочу посмотреть кому проиграли warriors gaming проиграли они команде evos и sports в венерах фнатик же соответственно вылетели вообще в первой же своей встречи нет во второй прошу прощения во втором раунде так скажем ветров они вылетели от команды geekfarm и отлетели они 2-0 чтобы понимали то есть пока фнатик не супер сильны но вот такой игры им должно хватать на warriors gaming кто его знает камбэков мы видели сотни и так да тут какие камбэки тут даже если по графикам посмотреть там пока всего лишь три тысячи нападение будет на лайф стилера судя по всему далековато можно просто убить тогда monkey king а его его просто убивают с руки стал мэйден фэби в смысле вообще не хотел просто байт свой использовать зачем если можно убить с руки он шел за ксиангом но не на не то чтобы не находит не достает до него так бы естественно цепанул и убили бы ну вот они передвижение пошли от miracle он просто пользуется случаем и забирает вышку тем самым зарабатывая нужную голду для покупки даггера ведь правда естественно даггером ну а дальше можно и рошана убить все-таки урса здесь находят в очередной раз ксианга как же сильно они его пробивают даже рейдж не спасает он вроде как есть но его не хватает пока по крайней мере рейдж какого левела 2 как мы видим здесь по 0 в очередной раз в этот героев урюс гейминг это был дисраптор вот так же убили здесь попытка напасть на чуаня там было рассасим тоже если подставится шансов у нее не будет хорошо будет ли какой-то сейф может и был бы но этого опять же может не хватить есть танец лордара наконец что-то полезное получилось сделать этого героя но опять же 11-1 и здесь погибать будет дисраптор снова вот буквально только что сказал что он погиб он погибает в очередной раз это трипл килл для мира клону вот он вышел погулять вместе с даггером 12-1 счет и выйдет сейчас там блестящий сыгранный это будет ли убийство нет погибает обидно наверное тем не менее вена естественно убьет диджея это 13 уже 2 правильнее сказать уже 13 против всего лишь двух убийств ну вот пока очень активно действует фнатик больше одного убийства в среднем за минуту совершает действительно круто сейчас рошана убить и продолжать подобное как мы видим два героя занимают первые две строчки по нетворсом дальше лайфстиллер а темплорасатин отстает уже очень сильно от коров команды фнатик ну то есть две тысячи ну ладно полторы тысячи для такой минуты это многовато пожалуй вообще преимущество уже почти 6 составляет у команды фнатик это они еще не убили рошана рошан стоит трепа если что все это будет палить и если пойдут то warriors gaming хотя бы будут знать об этом другой вопрос захотят ли они драться готовы ли они драться сейчас я пока не уверен наверное они просто отдадут этого рошана очень удивлен если попытаются подраться monkey king просто левел 4 еще без шестого ну его очень тяжело сейчас назвать полезным как мы видим четырежды он уже погибал три раза погиб дисраптор ну и вот это была четвертая его смерть чего они живет они просто их находят и убивают находят и убивают и такая схема еще может долго работать потому что абсолютно без айтемов без левела сейчас ребята из warriors gaming здесь саппорта мы видим уже седьмой и шестой а здесь соответственно четвертый и четвертый этим нужно пользоваться пока не будет шестых левелов warriors gaming не могут драться от слова совсем им нужно доджить любого вида драки отдавать все что можно любым способом не знаю сплитпушить как то просто бить крипов делать вообще что угодно и так рошан погибает таки команда фнатик естественно его забирает ну и дальше ломать а что еще делать а пока не вижу вообще каких то аутов у warriors gaming крайне крайне тяжело будет в этой игре то есть мы смотрели первую карту в исполнении фнатик до сегодняшнего дня и они тоже доминировали на протяжении всей игры но там это не выглядело так страшно там не было такого разрыва по киллам там не было такого разрыва по деньгам на такой минуте ну вот хорошо окей улетает и все кио вот таким сетапом не убить он просто нужно не выпустить из стана в теории только тогда получится его забрать либо во время стана с лордар этот амплор ассасин может оформить вместе там с лайфстиллером по другому пока непонятно как будут убивать эмбера еще ведь есть миракл и у него есть аегис у него есть даггер и они просто пушат тир 2 преимущество по деньгам стремительно приближается к десяти тысячам еще одна две вышки одно два убийства и вот вам десяточка уже для такой минуты колоссальные цифры такое отыгрывается отыгрывается безусловно но наверное не с таким набором героев абсолютно не те персонажи нападение очередное на дисраптора в очередной раз его убивают ну и судя по всему будет попытка догнать допустим чуаня чуань спрятался окей они его просто сожгут всеми удобными способами хорошо перепрятался но кио сейчас будет флеймгард если понадобится даже это не понадобилось закидали камнями очередное убийство это уже восемнадцатый килл для команды фнатик фантастика они колоссальное преимущество имеют действительно отыгрывают так как я жду именно от этих людей именно от этих ников тут все звезды для своего региона некоторые мировые даже звезды в какой-то степени и каждый из них очень многого добивался уже и вот такой игры я жду от них в каждом матче сейчас в их регионе ну разве что кроме пары команд минески условных как вариант ну и фейслес естественно молодцы молодцы фнатик что будем делать что вообще по такой игровой ситуации можно придумать вот какие варианты я к сожалению даже теоретически здесь пока придумать ничего не могу мы видим нетворса мы видим что там где-то лайфстиллер затесался и кристалмейден обгоняет темплара ассасин чтобы вы понимали кристалмейден без мидаса если был мидас я бы наверное ну не был так сильно удивлен здесь же кристалмейден обгоняет темплара ассасин на 400 уже голды ну фантастика тут такое скорее всего не отыгрывается я помню конечно как на даке велат очень много раз говорил о том что это не выигрывается в той или иной ситуации команда я попробую рискнуть и скажу так же что здесь это не выигрывается к сожалению для команды вориорс гейминг погибает манки кинг в очередной раз и просто на тир 3 заходят на 17 минуте очень уверенная игра от фнатик и пока вориорс гейминг даже помешать не могут хорошо застанили только одного героя этого недостаточно и судя по всему этот герой сейчас будет погибать ну или может быть фэби хотя бы убьют и даже фэби не удается убить они все живые они все практически фуловые издевательство уже полнейшее пошло от команды фнатик трипл килл от миракла еще минус три героя сторона точно будет разрушена как минимум одна ну примерно вот так хорошо распирита убили еще минус два это просто рэмпэйдж от миракла 17 минута рэмпэйдж от урсы естественно гуд гейм пишет вориорс гейминг понимая что такое отыграть невозможно 15000 на 16 минуте вот просто представьте каждую минуту команде давали по косарю бесплатно без фарма без крипов без убийств вот так 325 хорошо что не 322 а то началось бы 325 фнатик одерживают первую победу в этой серии если все пойдет таким образом дальше то чувствую серия не затянется один не ну Продолжение следует...